К работам приступили два дня назад. Сегодня уже значительная их часть выполнена. Высота разборной конструкции – 15 метров, ширина – 12. Подобного профессионального скалодрома в России еще не было. Его характеристики позволяют проводить соревнования мирового уровня, такие как всемирные военные игры. Скалодром с таким высоким уровнем сложности трассы изготовили специально для них и в Сочи, в разборном виде привезли из Москвы. Этот уникальный комплекс уже протестировали в Подмосковье. Новые трассы опробовали спортсмены ЦСКА. Но несмотря на то, что наши спортсмены уже опробовали скалодром, у них не будет никаких преимуществ. Под конкретно каждое соревнование команда подготовщиков, которая состоит у нас из представителей Международной Федерации и пяти представителей нашей Российской Федерации. Команда подготовщиков для каждого вида готовит уникальную трассу под квалификацию, под финал, под полуфинал. Каждый раз будут перекручиваться трассы и накручиваться новые уникальные трассы, на которых будут выступать спортсмены. Комплекс состоит из трех частей для разных видов программы. Лазание на трудность, болдеринг и лазание на скорость. Кстати, рекорд в этом виде меньше шести секунд. За столько спортсмен преодолевает вот эту высоту в 15 метров. Первый старт на скалодроме намечен на 24 февраля. Здесь пройдет квалификация в дисциплине лазание на трудность. Кстати, посмотреть состязания смогут все желающие. Вход на игры свободны. Ну а что касается дальнейшей судьбы скалодрома, сразу после завершения зимних военных игр его разберут и отправят в Москву, в крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦЕСКО.